Огромные фуры с гуманитарной помощью еженедельно преодолевают длинные расстояния, чтобы обеспечить жителей Донбасса и наших военнослужащих на приграничных территориях всем необходимым. Акция «Доброе дело» направлена на поддержку всех, кому сейчас непросто. Спасибо ребятам за доброе дело, организованное в Подмосковье. Ощущаем поддержку, очень сильно помогает в выполнении боевых задач. Руководитель Одинцовского пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса Екатерина Скорикова вместе с делегацией доставили груз для солдат и мирных жителей на склад в Донецк. Каждую поставку здесь очень ждут, все посылки идут во благо. Также в регионе наблюдаются большие перебои с питьевой водой, поэтому, несмотря на холод, люди выстраиваются в длинную очередь, чтобы получить ее. Жителям Одинцовского округа, что нас не забываете, от отдельного городского полка, морского пехоты, 2-го мотоциклового батальона. Большая благодарность, все будет применено по задачению. В рамках акции «Доброе дело» жители Одинцовского округа собрали теплые вещи, средства личной гигиены, продукты питания, медикаменты, инструменты, газовые горелки, батарейки, обогреватели, спальные мешки, берцы, термобелье. В ответ волонтеры регулярно передают слова благодарности, фотографии и видеообращения. Спасибо жителям Одинцовского округа за предоставленную гуманитарную помощь в виде постельного, матраса, уделяло. У нас сейчас очень много бойцов, которые проходят лечение, но наши медицинские пункты обогревают. И, естественно, надо на чем-то спать. Лекарства нам тоже приходят, думали, тарафон, что сейчас у нас будет они вообще шикарно находиться. Матрасы, уделяло, постельное, подушки. Так, я думаю, вот, ребят, вылечим и поставим. Современная война не стоит на месте, требует все новых-новых вызовов, которые мы успешно принимаем. Вот сейчас ночные коптеры пришли, можно будет выполнять ночные задачи. Парк разведки по сопровождению группы, поэтому очень важно. Есть еще кое-что, чего ждут даже больше, чем наборы провизии. Это письма и детские рисунки. Их солдаты носят в нагрудном кармане и за раз в раз перечитывая теплые строки. Ощущение, что их помнят, любят и ждут, помогает терпеть временное неудобство и справляться с поставленными задачами. Ну, главное, вот, когда у сердца лежит посылка ребенка, когда ты понимаешь, что за тебя кто-то молится, держит там кулачки, желает твоего возвращения домой, это очень важно для нас. Елена Краева, телекомпания Одинцова.